Духа 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 Духовные дары и проявления Мы с Розалией все поднимались и поднимались вверх по ступенькам. Казалось, им не будет конца. Быстрей, мысленно подгонял я себя, а то места не хватит. Наконец мы достигли верхнего яруса. Еще немного вверх, и мы сможем сесть. Только я заметил два свободных места, как целый поток людей внезапно хлынул по рядам, занимая все свободные места в поле моего зрения. Мы с Розалией продолжали пробираться вверх к последнему ряду, но все места были уже заняты. В то время я еще работал на лесопилке. За неделю вперед мы с Розалией узнали, что в наш штат приезжает известный евангелист Кэтрин Кульман. Мы решили, что нельзя упустить такую возможность, поэтому в день служения мы на машине проделали путь от Гилкреста, городок, в который мы переехали из Лапайна, до Портланда. Но по прибытии мы не могли найти два свободных места. Стряхнув себя разочарование, мы устроились на двух верхних ступеньках и следующие три с половиной часа просидели на холодном бетоне. Служение превзошло все ожидания наших изголодавшихся глаз и ушей. Меня поразило число чудес и бесспорных исцелений, произошедших на наших глазах. Затем мисс Кульман призвала людей отдать жизнь Иисусу, и я с удивлением наблюдал за огромным количеством откликнувшихся на побуждение Святого Духа. Дэйв снова раздался этот голос. «Кто же зовет меня?» Мной овладело нетерпение. Я резко повернулся назад и пристально посмотрел на сидящего за мной мужчину, но он безразлично посмотрел на меня в ответ. Он был поглощен служением, чего я больше не мог сказать о себе. Я отвернулся и продолжил наблюдать за людьми, принимавшими Иисуса своим Спасителем. О, это было восхитительно! Меня наполнило любопытство. Что нужно сделать или чем пожертвовать, чтобы достичь такой близости с Богом, как достигла мисс Кульман, когда люди начинают так легко отвечать на призыв Святого Духа, произнесенный тобой? «Дэйв!» От всего увиденного и услышанного мой пульс бился с удвоенной скоростью. Я резко развернулся и раздраженно спросил того же мужчину, «Что вам от меня нужно?» Он безучастно смотрел на меня несколько секунд, затем, проявляя к моей персоне не больше интереса, чем к песку на пляже, ответил, «Ничего, я вообще с вами не разговаривал». «Кто же тогда звал меня?» Сгорал я от нетерпения. Я опять повернулся к сцене. Затем я снова услышал голос, но на этот раз он сказал, «Это то, что я приготовил для тебя». Я уставился на панораму чудес, происходивших передо мной. В голове с бешеной скоростью проносились мысли, «Этого не может быть, я не мог в это поверить. Это было помазание и действие духовных даров, какого я никогда раньше не видел». Нет, голос, который я слышал, не мог быть голосом Бога. На самом деле этот дьявол пытается обмануть меня, но я не дам себя обмануть. На пути домой в Гилкрест воспоминания о голосе снова и снова всплывали в моей памяти. Затем мучительные сомнения атаковали мои растревоженные эмоции. Этот голос был злой шуткой моего воображения. Да именно так, пустые фантазии. О, как я хотел изгнать эти фантазии, возвращаясь домой глубокой ночью. Но все же глубоко внутри я знал, это действительно был Бог. Я слышал его голос своими собственными ушами, и его слова попали мне прямо в сердце. «О Боже!» – молился я. «У Тебя вправду есть дар для такого человека, как я? Как получить духовный дар? Что я могу сделать, чтобы это осуществилось?» Бог услышал плач моего сердца. Позднее, когда я стоял, прислонившись к металлическому столбу, после испорченного мною служения свидетельств, я получил первый из ответов на эти многочисленные вопросы. В тот день Господь показал мне, что я обнаружил духовный закон о иных языках для личного назидания. Незамедлительно я начал использовать полученное в тот день знание. И по мере того, как я продолжал молиться в духе и изучать слово, пришли новые откровения. Однако, чем больше я узнавал, тем яснее понимал, что говорение на иных языках является не только духовным законом, который я открыл для себя, но и духовным основанием, на котором покоится все, касающееся духовных даров и их проявления. Давайте рассмотрим роль, которую играет молитва на иных языках в Божьем управлении. Для этого обратимся к первому посланию к Коринфянам, к 12 главе, где Павел описывает действия Святого Духа в дарах, служениях и призваниях в теле Христовом. Он начинает такими словами в первом стихе. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». Я уже знаю об этой черте характера Святого Духа. Он никогда не вдохновил бы Павла на подобное заявление, чтобы затем оставить нас в неведении. В последующем рассуждении Павел под водительством Святого Духа сообщает нам всю информацию, необходимую для устранения всякого духовного невежества, заблуждения или религиозной ошибки касательно действия духовных даров. Лично для меня первым вопросом, в котором мне не хотелось бы оставаться невежественным, является вопрос действия даров Святого Духа. Но, по правде говоря, именно в этой области настоящее поколение христиан испытывает наибольший недостаток знания. Мы, верующие полного Евангелия, часто гордимся тем, как много мы знаем о духовных дарах, но было бы гораздо лучше, если бы мы могли гордиться своим умением действовать в этих девяти дарах. Сатана – великий обманщик, успешно внес замешательство и разделение в понимание этого отрывка Писания из первого послания к Коринфянам, 12 главы. Он так в этом преуспел, что целые динаминации разделились на почве разного толкования действия духовных даров и усиливаемых ими областей служения. Поэтому нам было бы полезно внимательно исследовать, о чем в этих стихах Павел учит церковь в Коринфе. В первом послании к Коринфянам в 12 главе с 4 по 6 стих Павел пишет следующее «Дары различны, но дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». О чем говорит Павел? Нам известно, что дары, о которых идет речь в 4 стихе, это не что иное, как девять даров Святого Духа, перечисленные в первом послании к Коринфянам в 12 главе с 8 по 10 стих, а именно слово мудрости, слово знания, дар веры, дары исцеления, чудотворения, пророчества, различения духов, разные языки или различные сверхъестественные проявления языков, истолкования языков. Какое значение имеет 5 стих, где сказано, и служения различны, а Господь один и тот же? Для того, чтобы понять, о чем говорит Павел в этом стихе, нам нужно обратиться к 4 главе послания к Ефесянам, стихи 8 и 11. Посему и сказано, «Вошед на высоту, Иисус пленил плен и дал дары человекам, и поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Иными словами, в теле Христовом существуют различные виды или отделы служения, такие как апостол, пророк, учитель, пастор и евангелист, но Господь Иисус Христос, Который взошел на высоту и дал людям эти дары или виды служений. Один единственный. Далее, в первом послании к Коринфянам, в 12 главе в 6 стихе, написано, «И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Иначе говоря, Павел отмечает следующее, «Святой Дух является тем, кто определяет, каким образом действуют девяти даров Духа и функционируют разные отделы служения». В свою очередь, Иисус Христос – тот, кто помещает каждого человека в соответствующий отдел или призвание, а Бог Отец является автором всего плана в целом. В приведенных нами стихах из 4 главы послания к Ефесянам перечислены дары пятигранного служения, о которых мы так часто слышим. Девять даров Духа проявляются с целью уполномочить и сделать компетентными эти пять областей служения. Бог установил такой порядок. Проповедь каждого человека, призванного к одному из этих видов служения, будет сопровождаться знамениями. Он не хотел, чтобы проповедь его слова выглядела бессильной. Духовные дары наделяют силой все виды служения, подобно тому, как источник питания снабжает электричеством различные потребители энергии, находящиеся в домах людей. Каждый потребитель выполняет определенные, отличные от других функции, но все они подключены к одному и тому же источнику электроэнергии. Можно сказать, что один провод подключен к апостолу, другой к пророку, третий к пастору, но каждый из этих видов служения подключен к Святому Духу. Когда включается поток Божьей силы, то, подобно тому, как холодильник работает одним образом, а утек – другим, Святой Дух снабжает различные служения определенными сочетаниями из числа девяти даров Духа. Эти сочетания духовных даров, действующие в пяти основных областях служения, дают человеку право принадлежать к тому или иному виду служения и определяют, к какому именно. Однако структура Божьего управления телом Христовым включает в себя гораздо больше, чем действия даров Святого Духа и пятигранное служение. В действительности, эти девять даров и пять видов служения входят в состав восьми Божьих департаментов, приведенных в Первом послании Коринфянам, 12 главе, в 28 стихе. Эти департаменты образуют полную структуру Божьего управления и включают в себя каждый член тела Христова. И вы – тело Христова, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Система Божьего управления начинается с должности могущественного апостола. За этим первым департаментом следует пророк и учитель. Упомянутые в Ефесянам евангелисты и пастора в Первом послании к Коринфянам заменены чудотворением и дарами исцелений. Дело в том, что эти дары духа в основном проявляются с целью уполномочить и создать авторитет евангелистскому или пастырскому служению. Чудотворения и дары исцелений занимают уровень, применимый ко всем пяти областям служения, потому что каждый из пяти видов служения – апостол, пророк, евангелист, пастор и учитель – должен быть вооружен этими двумя дарами духа. Далее следует департамент вспоможения, отвечающий за материальный аспект служения. Одно из важнейших призваний вспоможения – это, как я называю, предприимчивость к простоте даяния. Например, человек, призванный в эту область служения, может быть состоятельным человеком, обладающий такими чертами характера и особенностями призвания, которые позволяют Богу использовать его, чтобы тысячами, а то и миллионами вливать финансы в Божье Царство для обеспечения жизнедеятельности Церкви. За вспоможением следует управление, включающее в себя необходимые Церкви, организационные умения и дары. Например, человек, призванный в этот департамент, может не только знать, как организовать десятитысячное молитвенное собрание, но и позаботиться о том, чтобы человек, находящийся в самом последнем ряду этой огромной массы людей, был обеспечен всем необходимым для своего духовного роста. Департаменты вспоможения и управления служат поддержкой тем, кто находится в служении Божьего Слова. Они исполняют такие обязанности, как, например, ведение бизнеса или управление хозяйством, на которое у служителей Слова недостает времени. Черту подводит заключительный и основополагающий департамент разные языки. Таким образом, в этих восьми Божьих департаментах мы видим не только то, что они включают в себя пятигранное служение, но то, что девять даров Духа также изливаются на все департаменты, начиная с апостола и заканчивая разными языками. Независимо от того, к чему призвал вас Бог, ваше призвание или описание задания можно найти в рамках одного или нескольких из восьми Божьих департаментов. И если вы рождены свыше, следовательно, вы призваны занять свое место в определенном департаменте с помощью силы Святого Духа. «Брат Роберсон, вы знаете, в каком департаменте мое место?» – спросите вы. «Нет, мне это неизвестно. Мера веры была заложена внутрь вас в форме семени. Ваше призвание сокрыто в этом семени и ожидает, когда не я, а вы сами обнаружите его». Стих 7 из 4 главы послания к Ефесянам утверждает «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Мера представляет собой часть единого целого. Целое, о котором говорит Павел, это тело Христова, но тело состоит из многих членов и каждый из них имеет индивидуальное призвание. Равно тому, как физическое тело человека состоит из многих членов с разными функциями, таких как руки, глаза, уши, нос и рот, Павел говорит, что тело Христова включает в себя отдельные части, составляющие единое целое. «К какому департаменту принадлежите вы? Какова ваша благодать, ваша мера, ваша часть в общем функционировании тела Христова?» Что бы то ни было, Бог дает вам благодать именно для этого дела. Вот почему Павел пишет «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». В сущности Павел говорит «Относительно того, что Бог отделил меня для апостольского отдела, хочу сказать, что не сам я это заслужил. Я не был удостоен этого по каким-то заслугам. Бог не только дал мне благодать для моего служения, Он дал мне веру, чтобы я мог исполнить. Поэтому не думайте, что вы являетесь каким-то особенным сосудом в глазах Бога только потому, что призваны в определенный департамент служения». К сожалению, некоторые служители имеют такое отношение. «Я – великий апостол. Подайте мне Роллс-Ройс или соберите для меня группу приветствия. Вы – несчастные, забитые овцы. Я – неспосланный вам бесценный дар и призвание, так что обращайтесь со мной соответственным образом». Именно о таком отношении предупреждал Павел, говоря, «Думайте о себе скромно, сознавая, что Бог является тем, кто уделил каждому человеку меру веры для его призвания и отдела служения. Истина состоит в том, что Бог не только дал вам благодать принять ваше призвание, Он также дал вам благодать, чтобы его исполнить». Помните, девять даров Духа не только наделяют силой, но также характеризуют эти восемь департаментов. Кто-то может сказать, «Я – апостол», но если определенное сочетание из числа девяти духовных даров не проявляется в его призвании, то в действительности он не апостол. Или если кто-то заявляет, «Я – пророк», но это заявление не подтверждается проявлением определенного сочетания духовных даров, которые характеризуют и дают полномочия департаменту пророчества, то этот человек не является пророком. К сожалению, в теле Христовом распространилось заблуждение, когда люди думают, что они, к примеру, пророки, но таковыми не являются. Другие считают себя апостолами, но это не так. Эти так называемые «самозванцы» часто пытаются действовать в определенных дарах духа, чтобы подтвердить свою принадлежность к данному департаменту, но не получив от Святого Духа законного права быть представителем этого отдела служения. Чаще всего они поступают по плоти. Как ни прискорбно, но за более чем 25 лет, проведенных в служении, в результате долгих наблюдений и приобретенного опыта, я лично убедился в существовании такого рода лжеслужителей. Таким образом, мы видим, что проявление определенных даров призвания человеком доказывает его принадлежность к тому или иному виду служения. Вы спросите о восьмом департаменте разных языках. Его условия таковы. Вы имеете право действовать в той области, если только крещены Святым Духом и говорите на иных языках. Итак, мы в общих чертах рассмотрели восемь божьих департаментов, приведенных в первом послании к Коринфянам в 12 главе в 28 стихе. Давайте теперь обратим внимание на восьмой заключительный пункт «разные языки». Я считаю, что разные языки стоят на последнем месте в этом списке, потому что являются основополагающим департаментом. В конструкции здания фундамент служит для поддержания всего строения снизу. Если основание слабое, то строение не выдержит проверку временем, а также не сможет противостоять непогоде. Подобным образом разные языки представляют собой департамент, на котором покоятся остальные семь. Почему я так думаю? Внимательно поразмыслите над следующим. Где проходит граница, разделяющая христиан, которые верят в Божью силу и дары Духа и тех, кто в это не верит. Я могу сказать, где в точности она проходит. Эта разделительная черта между теми, кто испытывает действие Божьей силы и теми, кто ее не испытывает, лежит в восьмом департаменте Бога разных языках. Вы когда-нибудь замечали, что люди, не говорящие на иных языках, обычно не действуют и в других дарах Духа? И с другой стороны, люди, говорящие на иных языках, более склонны действовать в духовных дарах. Чем больше вы будете изучать этот вопрос, тем яснее увидите, говорение на иных языках это разделительная линия. Более того, многие церкви, отвергающие иные языки как знамение для наших дней, отошли даже от проповеди спасения. Иные языки являются не только разграничительной чертой, но и начальным уровнем на пути к действию в духовных дарах, наделяющих силой различные виды служения и призвания в теле Христовом. Это кнопка пуска, которую мы ищем для перемещения служения, к которому мы призваны, из естественной сферы в сверхъестественную сферу Божьей силы. Почему это так? Потому что говорение на иных языках предназначено для того, чтобы вооружить нас изнутри. Оно затрагивает ту часть нашего существа, откуда приходят все постоянные изменения, человеческий дух. Таким образом, если человек отвергает эту восьмую область, то он лишает себя духовных полномочий, необходимых для выполнения задач любого из остальных семи департаментов Бога, или, по крайней мере, не может сделать это в той степени, в какой желает Бог. К примеру, человек призван к определенному виду служения, он даже может обладать высокими коммуникативными способностями и быть отличным оратором в проповеди Божьего Слова, однако только через разные языки сила Святого Духа может привести в действие исполнение задания, к которому он призван. Если он отвергает Божий дар говорения на иных языках, то лишает себя духовной квалификации, дающей право принадлежать к данному департаменту. Когда вы будете молиться на языках, Бог будет подготавливать вас к служению в департаменте, к которому вы призваны. В это время через вас начнут действовать дары, которые снабдят вас всем необходимым именно для вашего призвания. Например, если я много молюсь в Святом Духе, то Бог не совершенствует мои навыки в плотничьем деле или хирургии. Эти профессии не являются моим призванием. Он дает мне благодать и дары Духа, в которых я нуждаюсь для исполнения моего призвания, то есть проповеди Евангелия. Именно поэтому дьявол так сильно боится восьмого департамента. На протяжении всей истории христианства он прилагал неимоверные усилия, чтобы дискредитировать и удалить из церкви этот департамент. Враг не хочет, чтобы вы молились на иных языках. Чем меньше вы знаете об этом основополагающем департаменте, тем лучше для него. Вы можете играть в духовные игры, называя себя апостолом, пророком, евангелистом или пастором, это не потревожит его до тех пор, пока вы не получите законное право принадлежать к этим видам служения посредством силы и даров Святого Духа. Ему даже вольно, отдельно от Божьего призвания создавать громадные организации. Люди утверждают себя во главе этих организаций, чтобы издавать духовное постановление о том, чем является и чем не является Бог. Ослепленные гордыни самообмана, они провозглашают такие напыщенные лозунги, как, например, «Дар языков больше не действует» или «В наши дни можно рукополагать на служение гомосексуалистов». Дьявол просто гений в тактике. Если он не может уделить языки из каких-то частей церкви, то переходит ко второму пункту своего плана. Он пытается ввести верующих в такой фанатизм относительно языков, что они начинают проводить неуправляемые, лишенные порядка служения, так что неверующие не хотят даже близко к ним подходить. Стратегия дьявола заключается в том, чтобы внести неразбериху в использование иных языков, чтобы этот департамент утратил свою эффективность и потерял доверие в глазах тех, кто был обманут его неправильным применением. Подумайте об этом. Что так пугает дьявола в иных языках? Для чего он так старается окутать этот дар пеленой замешательства? Сам апостол Павел посвятил целую главу в послании к Коринфянам тому, чтобы исправить ошибки и разобраться в путанице, возникшей в ранней церкви относительно этого дара. В Библии нет ни одной главы, целиком посвященной правильному использованию какого-либо другого дара или департамента. Я скажу вам, почему дьявол так напуган. Если что-то и сможет дать нам понимание духовных вещей и утолить жажду иметь близкие взаимоотношения с Иисусом, то это восьмой департамент разных языков. Как мы уже увидели, этот департамент представляет собой сверхъестественное средство, данное нам Богом, чтобы мы могли получить квалификацию для служения в любом другом департаменте, которое все вместе составляют его правительство. Поэтому он очень-очень сильно боится людей, которые неотступно ищут Бога через молитву на иных языках. Я уже задавал вам этот вопрос, где ваше место? Какова ваша роль в плане искупления, разработанном еще до основания мира и сокрытого в сердце Бога? Призваны ли вы быть апостолом, пророком, учителем, евангелистом или пастором? Призваны ли вы заниматься административной деятельностью или зарабатывать миллионы для финансирования распространения Евангелия? Как я уже говорил, у каждого верующего, включая вас, есть свое место где-то среди восьми департаментов Бога, описанных в первом послании к Коринфянам в 12 главе в 28 стихе? Но знаете ли вы, где ваше место? Как вы сможете избежать обмана врага и не занять место в теле Христовом, к которому вы не призваны или еще не готовы? Помочь нам раскрыть его совершенный план для нашей жизни? Одна из причин, почему Бог дал нам восьмой основополагающий департамент разных языков? Через сверхъестественный молитвенный язык, который дал нам и на котором молится через нас Святой Дух, Бог открывает нашему Духу, сокрытая в нем от начала веков. Христос в нас упование славы, благодарение Богу за божественную помощь в поисках нашего места в его великом плане. Существует такое действие Духа, о котором ты почти ничего не знаешь. Но продолжай расти и ходить в моем Духе, и я покажу тебе пути, какими ходила ранняя церковь. Я покажу тебе, что зажгло это действие моего Духа, которое привлекло множество людей со всех окрестностей, и было такое явление моей силы, что все они исцелились, все до единого. Я покажу тебе, святое святых, где рождаются тайны. Я покажу тебе недостающие части, части, однажды увидев которые, люди уже ни за что не останавливались до тех пор, пока не достигали полноты Духа. Я покажу тебе то, чего жаждут люди, но эту жажду могут утолить только взаимоотношения с твоим Господом. Глава третья Духовные дары и проявления Мы с Розалией все поднимались и поднимались вверх по ступенькам. Казалось, им не будет конца. Быстрей, мысленно подгонял я себя, а то места не хватит. Наконец, мы достигли верхнего яруса. Еще немного вверх, и мы сможем сесть. Только я заметил два свободных места, как целый поток людей внезапно хлынул по рядам, занимая все свободные места в поле моего зрения. Мы с Розалией продолжали пробираться вверх к последнему ряду, но все места были уже заняты. В то время я еще работал на лесопилке. За неделю вперед мы с Розалией узнали, что в наш штат приезжает известный евангелист Кэтрин Кульман. Мы решили, что нельзя упустить такую возможность, поэтому в день служения мы на машине проделали путь от Гилкриста, городок, в который мы переехали из Лапайна, до Портланда. Но по прибытии мы не могли найти два свободных места. Стряхнув себя разочарование, мы устроились на двух верхних ступеньках и следующие три с половиной часа просидели на холодном бетоне. Служение превзошло все ожидания наших изголодавшихся глаз и ушей. Меня поразило число чудес и бесспорных исцелений, произошедших на наших глазах. Затем мисс Кульман призвала людей отдать жизнь Иисусу, и я с удивлением наблюдал за огромным количеством откликнувшихся на побуждение Святого Духа. Я сидел там в полном изумлении, когда вдруг услышал, что кто-то зовет меня по имени. Я повернулся к Розалии и спросил, не звала ли она меня. Она отрицательно покачала головой. Я повернулся назад к сцене и продолжил восторженно наблюдать за происходящим, за музыкантами, за мисс Кульман и за людьми, ответившими на призыв к покаянию. Дэйв снова от меня. Мной овладело нетерпение. Я резко повернулся назад и пристально посмотрел на сидящего за мной мужчину, но он безразлично посмотрел на меня в ответ. Он был поглощен служением, чего я больше не мог сказать о себе. Я отвернулся и продолжил наблюдать за людьми, принимавшими Иисуса своим Спасителем. О, это было восхитительно! Меня наполнило любопытство. Что нужно сделать или чем пожертвовать, чтобы достичь такой близости с Богом, как достигла мисс Кульман, когда люди начинают так легко отвечать на призыв Святого Духа, произнесенный тобой? Дэйв! От всего увиденного и услышанного мой пульс бился с удвоенной скоростью. Я резко развернулся и раздраженно спросил того же мужчину, что вам от меня нужно? Он безучастно смотрел на меня несколько секунд, затем, проявляя к моей персоне не больше интереса, чем к песку на пляже, ответил «Ничего, я вообще с вами не разговаривал». Кто же тогда звал меня? Сгорал я от нетерпения. Я опять повернулся к сцене. Затем я снова услышал голос, но на этот раз он сказал «Это то, что я приготовил для тебя». Я уставился на панораму чудес, происходивших передо мной. В голове с бешеной скоростью проносились мысли «Этого не может быть, я не мог в это поверить, это было помазание и действие духовных даров, какого я никогда раньше не видел». Нет, голос, который я слышал, не мог быть голосом Бога. На самом деле этот дьявол пытается обмануть меня, но я не дам себя обмануть. На пути домой в Гилкрест воспоминания о голосе снова и снова всплывали в моей памяти. Затем мучительные сомнения атаковали мои растревоженные эмоции. Этот голос был злой шуткой моего воображения. Да именно так, пустые фантазии, о, как я хотел изгнать эти фантазии, возвращаясь домой глубокой ночью. Но все же, глубоко внутри я знал, это действительно был Бог. Я слышал Его голос своими собственными ушами, и Его слова попали мне прямо в сердце. «О, Боже!» молился я, «У тебя вправду есть дар для такого человека, как я? Как получить духовный дар? Что я могу сделать, чтобы это осуществилось?» Бог услышал плач моего сердца. Позднее, когда я стоял, прислонившись к металлическому столбу, после испорченного мною служения свидетельств, я получил первый из ответов на эти многочисленные вопросы. В тот день Господь показал мне, что я обнаружил духовный закон о иных языках для личного назидания. Незамедлительно я начал использовать полученное в тот день знание, и по мере того, как я продолжал молиться в духе и изучать слово, пришли новые откровения. Однако, чем больше я узнавал, тем яснее понимал, что говорение на иных языках является не только духовным законом, который я открыл для себя, но и духовным основанием, на котором покоится все, касающееся духовных даров и их проявления. Давайте рассмотрим роль, которую играет молитва на иных языках в Божьем управлении. Для этого обратимся к первому посланию к Коринфянам к 12 главе, где Павел описывает действия Святого Духа в дарах, служениях и призваниях в теле Христовом. Он начинает такими словами в первом стихе. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных, я уже знаю об этой черте характера Святого Духа. Он никогда не вдохновил бы Павла на подобное заявление, чтобы затем оставить нас в неведении. В последующем рассуждении Павел под водительством Святого Духа сообщает нам всю информацию, необходимую для устранения всякого духовного невежества, заблуждения или религиозной ошибки касательно действия духовных даров. Лично для меня первым вопросом, в котором мне не хотелось бы оставаться невежественным, является вопрос действия даров Святого Духа, но, по правде говоря, именно в этой области настоящее поколение христиан испытывает наибольший недостаток знания. Мы, верующие полного Евангелия, часто гордимся тем, как много мы знаем о духовных дарах, но было бы гораздо лучше, если бы мы могли гордиться своим умением действовать в этих девяти дарах. Сатана, великий обманщик, успешно внес замешательство и разделение в понимание этого отрывка Писания из первого послания к Коринфянам 12 главы. Он так в этом преуспел, что целые динаминации разделились на почве разного толкования действия духовных даров и усиливаемых ими областей служения. Поэтому нам было бы полезно внимательно исследовать, о чем в этих стихах Павел учит церковь в Коринфе. В первом послании к Коринфянам в 12 главе с 4 по 6 стих Павел пишет следующее «Дары с 8 по 10 стихе «Слово мудрости», «Слово знания», «Дары исцеления», «Чудотворение», «Пророчество», «Различение духов», «Разные языки» или различные сверхъестественные проявления языков и «Столкование языков». Какое значение имеет 5 стих, где сказано «И служения различны, а Господь один и тот же»? Для того, чтобы понять, о чем говорит Павел в этом стихе, нам нужно обратиться к 4 главе послания к Ефесянам стихи 8 и 11. Посему и сказано «Вошед на высоту, Иисус пленил плен и дал дары человекам и поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Иными словами, в теле Христовом существует различные виды или отделы служения, такие как апостол, пророк, учитель, пастор и евангелист, но Господь Иисус Христос, Который взошел на высоту и дал людям эти дары или виды служений, один-единственный. Далее, в первом послании к Коринфянам, 12 главе в 6 стихе, написано «И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Иначе говоря, Павел отмечает следующее. Святой Дух является тем, кто определяет, каким образом действуют девяти даров Духа и функционируют разные отделы служения. В свою очередь, Иисус Христос – тот, кто помещает каждого человека в соответствующий отдел или призвание, а Бог-Отец является автором всего плана в целом. В приведенных нами стихах из 4 главы послания к Ефесянам перечислены дары пятигранного служения, о которых мы так часто слышим. Девять даров Духа проявляются с целью уполномочить и сделать компетентными эти пять областей служения. Бог установил такой порядок. Проповедь каждого человека, призванного к одному из этих видов служения, будет сопровождаться знамениями. Он не хотел, чтобы проповедь его слова выглядела бессильной. Духовные дары наделяют силой все виды служения, подобно тому, как источник питания снабжает электричеством различные потребители энергии, находящиеся в домах людей. Каждый потребитель выполняет определенные отличные от других функции, но все они подключены к одному и тому же источнику электроэнергии. Можно сказать, что один провод подключен к апостолу, другой к пророку, третий к пастору, но каждый из этих видов служения подключен к Святому Духу. Когда включается поток Божьей силы, то, подобно тому, как холодильник работает одним образом, а утек другим, Святой Дух снабжает различные служения определенными сочетаниями из числа девяти даров Духа. Эти сочетания духовных даров, действующие в пяти основных областях служения, дают человеку право принадлежать к тому или иному виду служения и определяют к какому именно. Однако структура Божьего управления телом Христовым включает в себя гораздо больше, чем действия даров Святого Духа и пятигранное служение. В действительности эти девять даров и пять видов служения входят в состав восьми Божьих департаментов, приведенных в Первом послании Коринфянам в двенадцатой главе в двадцать восьмом стихе. Эти департаменты образуют полную структуру Божьего управления и включают в себя каждый член тела Христова. И вы тело Христова, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Система Божьего управления начинается с должности могущественного апостола. За этим первым департаментом следует пророк и учитель. Упомянутые в Ефесянам евангелисты и пастора в первом послании к Коринфянам заменены чудотворением и дарами исцелений. Дело в том, что эти дары Духа в основном проявляются с целью уполномочить и создать авторитет евангелистскому или пастырскому служению. Чудотворения и дары исцелений занимают уровень, применимый ко всем пяти областям служения, потому что каждый из пяти видов служения апостол, пророк, евангелист, пастор и учитель должен быть вооружен этими двумя дарами Духа. Далее следует департамент вспоможения, отвечающий за материальный аспект служения. Одно из важнейших призваний вспоможения – это, как я называю, предприимчивость к простоте даяния. Например, человек, призванный в эту область служения, может быть состоятельным человеком, обладающий такими чертами характера и особенностями призвания, которые позволяют Богу использовать его, чтобы тысячами, а то и миллионами вливать финансы в Божье Царство для обеспечения жизнедеятельности Церкви. За вспоможением следует управление, включающее в себя необходимые Церкви организационные умения и дары. Например, человек, призванный в этот департамент, может не только знать, как организовать десятитысячное молитвенное собрание, но и позаботиться о том, чтобы человек, находящийся в самом последнем ряду этой огромной массы людей, был обеспечен всем необходимым для своего духовного роста. Департаменты вспоможения и управления служат поддержкой тем, кто находится в служении Божьего Слова. Они исполняют такие обязанности, как, например, ведение бизнеса или управление хозяйством, на которое у служителей Слова недостает времени. Черту подводит заключительный и основополагающий департамент «Разные языки». Таким образом, в этих восьми Божьих департаментах мы видим не только то, что они включают в себя пятигранное служение, но то, что девять даров Духа также изливаются на все департаменты, начиная с апостола и заканчивая разными языками. Независимо от того, к чему призвал вас Бог, ваше призвание или описание задания можно найти в рамках одного или нескольких из восьми Божьих департаментов. И если вы рождены свыше, следовательно, вы призваны занять свое место в определенном департаменте с помощью силы Святого Духа. «Брат Роберсон, вы знаете, в каком департаменте мое место?» Спросите вы. Нет, мне это неизвестно. Мера веры была заложена внутрь вас в форме семени. Ваше призвание сокрыто в этом семени и ожидает, когда не я, а вы сами обнаружите его. Стих 7 из 4 главы послания к Ефесянам утверждает, «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Мера представляет собой часть единого целого. Целое, о котором говорит Павел, это тело Христова, но тело состоит из многих членов и каждый из них имеет индивидуальное призвание. Равно тому, как физическое тело человека состоит из многих членов с разными функциями, таких как руки, глаза, уши, нос и рот, Павел говорит, что тело Христова включает в себя отдельные части, составляющие единое целое. К какому департаменту принадлежите вы? Какова ваша благодать, ваша мера, ваша часть в общем функционировании тела Христова? Что бы это ни было, Бог дает вам благодать именно для этого дела. Вот почему Павел пишет, по данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. В сущности Павел говорит, относительно того, что Бог отделил меня для апостольского отдела, хочу сказать, что не сам я это заслужил. Я не был удостоен этого по каким-то заслугам. Бог не только дал мне благодать для моего служения, он дал мне веру, чтобы я мог исполнить. Поэтому не думайте, что вы являетесь каким-то особенным сосудом в глазах Бога, только потому, что призваны в определенный департамент служения. К сожалению, некоторые служители имеют такое отношение. Я великий апостол, подайте мне Роллс-Ройс или соберите для меня группу приветствия, вы несчастные забитые овцы, я неспосланный вам бесценный дар и призвание, так что обращайтесь со мной соответственным образом. Именно о таком отношении предупреждал Павел, говоря, думайте о себе скромно, сознавая, что Бог является тем, кто уделил каждому человеку меру веры для его призвания и отдела служения. Истина состоит в том, что Бог не только дал вам благодать принять ваше призвание, Он также дал вам благодать, чтобы его исполнить. Помните, девять даров Духа не только наделяют силой, но также характеризуют эти восемь департаментов. Кто-то может сказать «Я апостол», но если определенное сочетание из числа девяти духовных даров не проявляется в его призвании, то в действительности он не апостол. Или если кто-то заявляет «Я пророк», но это заявление не подтверждается проявлением определенного сочетания духовных даров, которые характеризуют и дают полномочия департаменту пророчества, то этот человек не является пророком. К сожалению, в теле Христовом распространилось заблуждение, когда люди думают, что они, к примеру, пророки, но таковыми не являются. Другие считают себя апостолами, но это не так. Эти так называемые самозванцы часто пытаются действовать в определенных дарах духа, чтобы подтвердить свою принадлежность к данному департаменту, но не получив от Святого Духа законного права быть представителем этого отдела служения, чаще всего они поступают по плоти. Как ни прискорбно, но за более чем 25 лет, проведенных в служении, в результате долгих наблюдений и приобретенного опыта, я лично убедился в существовании такого рода лже-служителей. Таким образом, мы видим, что проявление определенных даров призвания человеком доказывает его принадлежность к тому или иному виду служения. Вы спросите о восьмом департаменте разных языках. Его условия таковы. Вы имеете право действовать в той области, если только крещены Святым Духом и говорите на иных языках. Итак, мы в общих чертах рассмотрели восемь Божьих департаментов, приведенных в первом послании к Коринфянам в двенадцатой главе в двадцать восьмом стихе. Давайте теперь обратим внимание на восьмой заключительный пункт «разные языки». Я считаю, что разные языки стоят на последнем месте в этом списке, потому что являются основополагающим департаментом. В конструкции здания фундамент служит для поддержания всего строения снизу. Если основание слабое, то строение не выдержит проверку временем, а также не сможет противостоять непогоде. Подобным образом разные языки представляют собой департамент, на котором покоятся остальные семь. Почему я так думаю? Внимательно поразмыслите над следующим. Где проходит граница, разделяющая христиан, которые верят в Божью силу и дары Духа, и тех, кто в это не верит? Я могу сказать, где в точности она проходит. Эта разделительная черта между теми, кто испытывает действие Божьей силы и теми, кто ее не испытывает, лежит в восьмом департаменте Бога разных языках. Вы когда-нибудь замечали, что люди, не говорящие на иных языках, обычно не действуют и в других дарах Духа? И с другой стороны, люди, говорящие на иных языках, более склонны действовать в духовных дарах? Чем больше вы будете изучать этот вопрос, тем яснее увидите. Говорение на иных языках это разделительная линия. Более того, многие церкви, отвергающие иные языки как знамение для наших дней, отошли даже от проповеди спасения. Иные языки являются не только разграничительной чертой, но и начальным уровнем на пути к действию в духовных дарах, наделяющих силой различные виды служения и призвания в теле Христовом. Это кнопка пуска, которую мы ищем для перемещения служения, к которому мы призваны, из естественной сферы в сверхъестественную сферу Божьей силы. Почему это так? Потому что говорение на иных языках предназначено для того, чтобы вооружить нас изнутри. Оно затрагивает ту часть нашего существа. Откуда приходят все постоянные изменения, человеческий дух? Таким образом, если человек отвергает эту восьмую область, то он лишает себя духовных полномочий, необходимых для выполнения задач любого из остальных семи департаментов Бога или, по крайней мере, не может сделать это в той степени, в какой желает Бог. К примеру, человек призван к определенному виду служения, он даже может обладать высокими коммуникативными способностями и быть отличным оратором в проповеди Божьего Слова, однако только через разные языки сила Святого Духа может привести в действие исполнение задания, к которому он призван. Если он отвергает Божий дар говорения на иных языках, то лишает себя духовной квалификации, дающей право принадлежать к данному департаменту. Когда вы будете молиться на языках, Бог будет подготавливать вас к служению в департаменте, к которому вы призваны. В это время через вас начнут действовать дары, которые снабдят вас всем необходимым именно для вашего призвания. Например, если я много молюсь в Святом Духе, то Бог не совершенствует мои навыки в плотничьем деле или хирургии. Эти профессии не являются моим призванием. Он дает мне благодать и дары Духа, в которых я нуждаюсь для исполнения моего призвания, то есть проповеди Евангелия. Именно поэтому дьявол так сильно боится восьмого департамента. На протяжении всей истории христианства он прилагал неимоверные усилия, чтобы дискредитировать и удалить из церкви этот департамент. Враг не хочет, чтобы вы молились на иных языках. Чем меньше вы знаете об этом основополагающем департаменте, тем лучше для него. Вы можете играть в духовные игры, называя себя апостолом, пророком, евангелистом или пастором, это не потревожит его до тех пор, пока вы не получите законное право принадлежать к этим видам служения посредством силы и даров Святого Духа. Ему даже нравится обманывать людей, побуждая их самовольно, отдельно от Божьего призвания создавать громадные организации. Люди утверждают себя во главе этих организаций, чтобы издавать духовное постановление о том, чем является и чем не является Бог. Ослепленные гордыни самообмана, они провозглашают такие напыщенные лозунги, как, например, дар языков больше не действует или в наши дни можно рукополагать на служение гомосексуалистов. Дьявол просто гений в тактике. Если он не может уделить языки из каких-то частей церкви, то переходит ко второму пункту своего плана. Он пытается ввести верующих в такой фанатизм относительно языков, что они начинают проводить неуправляемые, лишенные порядка служения, так что неверующие не хотят даже близко к ним подходить. Стратегия дьявола заключается в том, чтобы внести неразбериху в использование иных языков, чтобы этот департамент утратил свою эффективность и потерял доверие в глазах тех, кто был обманут его неправильным применением. Подумайте об этом. Что так пугает дьявола в иных языках? Для чего он так старается окутать этот дар пеленой замешательство? Сам апостол Павел посвятил целую главу в послании к Коринфянам тому, чтобы исправить ошибки и разобраться в путанице, возникшей в ранней церкви относительно этого дара. В Библии нет ни одной главы, целиком посвященной правильному использованию какого-либо другого дара или департамента. Я скажу вам, почему дьявол так напуган. Если что-то и сможет дать нам понимание духовных вещей и утолить жажду иметь близкие взаимоотношения с Иисусом, то это восьмой департамент разных языков. Как мы уже увидели, этот департамент представляет собой сверхъестественное средство, данное нам Богом, чтобы мы могли получить квалификацию для служения в любом другом департаменте, которое все вместе составляют его правительство. Поэтому он очень-очень сильно боится людей, которые неотступно ищут Бога через молитву на иных языках. Я уже задавал вам этот вопрос, где ваше место? Какова ваша роль в плане искупления, разработанном еще до основания мира и сокрытого в сердце Бога? Призваны ли вы быть апостолом, пророком, учителем, евангелистом или пастором? Призваны ли вы заниматься административной деятельностью или зарабатывать миллионы для финансирования распространения Евангелия? Как я уже говорил, у каждого верующего, включая вас, есть свое место где-то среди восьми департаментов Бога, описанных в первом послании к Коринфянам в 12 главе в 28 стихе? Но знаете ли вы, где ваше место? Как вы сможете избежать обмана врага и не занять место в теле Христовом, к которому вы не призваны или еще не готовы? Помочь нам раскрыть его совершенный план для нашей жизни? Одна из причин, почему Бог дал нам восьмой основополагающий департамент разных языков. Через сверхъестественный молитвенный язык, который дал нам и на котором молится через нас Святой Дух, Бог открывает нашему Духу, сокрытая в нем от начала веков, Христос в нас упование славы, благодарение Богу за божественную помощь в поисках нашего места в его великом плане. Духу